Друзья, всем привет! Вы на канале Авиамания, и это 1224 день самоизоляции. И сегодня мы вам, я, она... Больше я, чем она. Расскажем о том, как мы... И она... Что ты несёшь? Что ты несёшь? Ты понимаешь, что ты несёшь? Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Авиамания, и мы сегодня вам расскажем очень интересный момент из наших путешествий. А именно, приглашаем вас вместе с нами отправиться по следам знаменитого культового фильма трилогии «Крёстный отец» на прекрасный итальянский остров Сицилия. Итак, мы начинаем наше путешествие по прекрасной Сицилии. И сначала поговорим об маленькой уютной деревушке Савака, которая в фильме фигурирует под названием Корлеоне. Когда главный герой картины, Майкл Корлеоне, прятался от недоброжелателей, он встретил свою любовь, любовь всей своей жизни, прекрасную Аполлонию. Интересный факт заключается в том, что на самом деле Аполлония не была профессиональной актрисой. Это была молодая симпатичная девушка, которая прогуливалась по Риму, ее встретил режиссер Фрэнсис Форд Коппола, и она ему понравилась и показалась очень подходящей на роль Аполлонии в трилогии «Крёстный отец». Следующий интересный момент. В фильме на горной вершине стоит маленькая уютная деревушка, которую охранник Майкла Корлеоне величает как место под названием Корлеоне. Но на самом деле на Сицилии действительно есть город под названием Корлеоне, располагается он в муниципалитете Палермо, а вот съемки производились в маленькой деревушке Савака, которая находится в районе Мессина. И мы отправились туда на экскурсию после посещения вулкана Этна, о котором я говорила в одном из предыдущих видео. Произошла такая замена из-за того, что режиссер фильма, когда приехал и увидел город Корлеоне с численностью населения порядка 12 тысяч человек, он не захотел снимать именно в нем и переключил свое внимание на маленькую уютную Саваку, численность жителей которой едва превосходит тысячу человек. Савака это маленькая утопающая в зелени деревня и одно из самых значимых мест, расположенных в ней, это бар Вителли. Бар Вителли назван так по фамилии героя фильма. Возлюбленной Майкла Корлеоне стала Аполлония Вителли. Так вот, бар Вителли как раз принадлежал ее отцу. Конечно же, сейчас он утопает в растительности, но кроме этого, больше практически ничего не изменилось ни снаружи, ни, можно сказать, внутри. По сюжету фильма в баре Вителли происходит не только знакомство Майкла Корлеоне с отцом своей возлюбленной, но также и непосредственно общение семей, когда он преподносит подарок своей невесте Аполлонии. Сейчас, конечно же, туристы приходят для того, чтобы посетить это место, выпить чашечку кофе, насладиться атмосферой, прочувствовать, можно сказать, дух того времени. Потому что на самом деле в качестве реквизита здесь предлагается взять для фотографии различное оружие, постоять или посидеть в тех местах, где когда-то сидели герои фильма. Необычным является и то, что по фильму мама Аполлонии, которая одобрительно кивает после вручения Майклом подарка своей возлюбленной, это не актриса, это местная жительница деревни Савака, которую пригласили на эпизодическую роль. И на момент нашего путешествия в 2015 году она по-прежнему проживала в этой деревне. Мне очень понравилось, что сам бар больше напоминает музей, причем с бесплатным входом, потому что все стены увешаны фотографиями, многие из которых рассказывают нам об эпизодах, снятых в этом месте из фильма «Крестный отец». И вас никто не заставляет что-либо покупать. Вы можете просто свободно зайти внутрь, рассмотреть фотографии, потрогать реквизит, увидеть места, на которых сидели герои фильма. Ну, если, конечно же, вы закажете себе чашечку кофе, то хозяева вам будут только благодарны. Мы так и сделали. Заказали себе по чашечке кофе, сели в уютном зеленом саду и насладились тишиной и пением птиц вокруг. Следующее знаковое место, расположенное в деревне Савака, это церковь Санта-Лючия. Ее мы тоже, безусловно, посетили. И хочу отметить, что во время съемок был один неприятный момент для съемочной группы. Дело в том, что священник церкви Санта-Лючия не пустил съемочную группу внутрь. Поэтому пришлось начинать эпизод венчания Майкла и Аполлонии с момента, когда они на коленях стоят около входа в церковь. То есть уже после того, как обряд произошел. Но так как кадров внутри сделать не удалось, то мы тоже, повторяя их маршрут, начали свое движение от церкви вниз по уютной маленькой дороге. И запечатлели себя, можно сказать, повторяя маршрут киногероев. От посещения деревни Савака у нас остались самые положительные впечатления. Но, как оказалось, самое интересное только впереди. Потому что на следующий день в 9 утра вместе с русскоговорящим гидом, который сопровождал нашу поездку по Сицилии, мы отправились на виллу потомственного барона Франко-Платания, к тому же еще и рыцаря Мальтийского ордена, для того, чтобы увидеть место, которое фигурировало в трилогии «Крестный отец» как главный дом, вилла семейства Корлеоне. Самый неожиданный для нас момент произошел в самом начале. Когда мы подъезжали на машине, то ворота этой виллы открыл пожилой человек, очень улыбчивый и приятный человек. Мы вышли из машины, он поздоровался с нами за руку и представился. Франко. То есть, как вы понимаете, непосредственно сам потомственный барон открыл нам ворота своего дома, пригласил нас внутрь, поздоровался с нами и дальше начал показывать нам окрестности. Вилла на самом деле очень узнаваема. Несмотря на то, что фильм вышел в далеком 1972 году, тем не менее, очень многие ракурсы можно узнать с первого взгляда. Например, около дома располагается колодец. Так вот, интересно, что это место никогда не было настоящим колодцем. Это муляж. Владение барона Франко впечатляет не столько своими масштабами, сколько ухоженностью и бережным, бережным отношением к каждому элементу, расположенному здесь. Фильм «Крестный отец» в корне изменил жизнь барона Франко. Можно сказать, что он посвятил всего себя сначала съемкам, а потом последствиям съемок этого фильма. Безусловно, кто попала и когда попала, не сможет попасть на территорию дома, потому что Франко вместе с женой проживает непосредственно на вилле. Мы и сами в этом убедились, потому что после того, как мы прошли интересным маршрутом, подготовленным специально для индивидуальных туристов, барон отвел нас на второй этаж, где познакомился со своей женой. Она испекла вкусные итальянские печеньки, напалила нас чаем. Но вернемся к началу. Наше путешествие по вилле начиналось прямо у входа. Конечно же, мы сфотографировались на легендарном балкончике, с которого смотрел Майкл Корлеон. И также видели фотографии, где режиссер фильма вместе с композитором, с Нина Ротто, стоит на этом балкончике и приветствует съемочную группу внизу. Мы спускались по лестнице, по которой спускался Майкл Корлеон, и в тот момент, когда прозвучал роковой взрыв, и его любимая Аполлония была взорвана в машине слугой-предателем. Барон Франко сам говорил, где остановиться и встать, для того, чтобы попытаться воспроизвести кадры из фильма. В своей статье я постаралась тоже придерживаться этого правила и ставить фотографии из фильма и наши фотографии, на которых мы пытались воссоздать историю. Помимо непосредственно фото на лестнице, также Толик сделал фотографию на месте того самого слуги-предателя, который спешно покидал территорию виллы после того, как прокремел взрыв. И, безусловно, это фото на стуле. Самый последний кадр третьей части, когда главный герой падает со стула и умирает. Я даже не знаю, что нас удивило больше. То есть, наверное, вот вся эта ситуация в совокупности. С одной стороны, забота и искреннее внимание человека, который принимал непосредственное участие в съемках, а с другой стороны, вот это не обветшалое, а именно ухоженное и сохранившее с тех самых пор здание. Кроме самой виллы мы посетили часовню, в которой сохранилась мебель, датирующаяся 1500 годом. Причем мы не просто посмотрели на эти старинные деревянные стулья, мы на них посидели. Все можно потрогать, аккуратно рассмотреть, сфотографировать. Также барон Франко отвел нас в свой кинозал, где показал нарезки кадров из фильма «Крестный отец», его любимые моменты. Все это он комментировал на итальянском языке, а гид переводила нам на русский. После того, как мы осмотрели виллу, часовню, побывали в кинотеатры и понаблюдали кадры из фильма, барон отвел нас в подвал своего дома, где можно было любоваться старинными стенами, фресками, картинами, копиями картин известных мастеров. Также он показал нам портрет своего предка, на которого он, кстати, очень похож. Интересный момент, что мы могли наблюдать длинные столы, которые еще недавно были накрыты для гостей. Дело в том, что именитые компании, в том числе и российские компании, не буду называть их названия, периодически приезжают на виллу для того, чтобы отпраздновать какое-то торжественное событие. Для этого барон Франко договаривается с рестораном, расположенным неподалеку, для того, чтобы они организовали банкетное меню и сам непосредственно встречает гостей на вилле. Когда после длинной и интересной экскурсии мы отправились вместе с Франко к его супруге, где она угощала нас чаем и печенюшками, мы прошлись по второму этажу виллы, можно сказать, по красной дорожке. Среди старинных книг, где встречается антикварная мебель, подарки из разных стран. На самом деле Франко дружит со всеми участниками съемочной группы, с режиссером, с актерами. Они присылают ему подарки, вино в ящиках дубовых. Складывается такое ощущение, что каждый, кто прибывает на виллу, оставляет какой-то подарок ее владельцу. И поэтому все здесь напоминает такой музей, коллекцию. Безусловно, эта поездка осталась у нас в памяти на всю жизнь. И мне бы, например, очень хотелось вернуться на Сицилию и снова приехать на виллу барона Франко. А своими впечатлениями о поездке с вами хочет поделиться Толя Питерский. Прошу. Да просто Толя хочет поделиться. Просим. Мне понравилось. Мне реально понравилось. Спасибо. Я... Можно выходить? Да. А вот, фиг, я не уйду, я останусь. Давай, поделись. Друзья, мне на самом деле искренне понравилось. Я вам скажу больше. Мне от той поездки даже трясло. Вот под таким впечатлением я был. Друзья, Алина вышла из кадра и дала мне слово, чтобы я поделился с вами впечатлениями об этой поездке. Больше всего меня впечатлило то, что барон Франко, владелец этой виллы, а на самом деле он владелец огромного количества вилл на Сицилии, это действительно очень богатый человек, он нам сам открывал ворота, сам наливал вино, угощал печеньем, которое испекла, кстати, его жена. Это настолько нормальные и приветливые люди, причем которые общаются с вами на равных, вот от этого я тоже тогда обалдел. Потому что такого уровня люди у нас в России, они сидят в бомбоубежище и их охраняют автоматчики. Ну а на этом я буду заканчивать наше видео, как мне кажется оно получилось достаточно эмоциональным, но на самом деле мы говорили действительно искренне, от души и надеемся, что вам оно понравилось. Если это так, не забудьте поставить лайк. Увидимся с вами в следующем выпуске о прекрасной Сицилии, который будет посвящен пляжному курорту Фонтане Бьянко. До новых встреч, друзья! Пока!